Субтитры делал DimaTorzok 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 Четверки Арены в пустоту ДСП для Б rue Субтитрыinga Директор Д craft Директор дет животных Д fund ArmyTorzok Дировка Субтитры делал DimaTorzok Директор DimaTorzok 唉ка нашли наone Директор DimaTorzok Директор DimaTorzok Другие молод Johnny Б Lak Неизвестница Ортимий Дальше который бьет и юнитов, которых ты не затаргетил. И в итоге у нас погибают три героя. Один из них без байбок на 120 секунд в таверне. И Рошан агоним, поэтому глубин есть много. Ой, тут больно-больно оказалось Ларлу. Забрали его, Меппорка погибает тоже. Тут какой-то разнос произошел небольшой. Боят салону, кстати. Но у нее БКБ закончилось, в общем. Да. И вот там есть телепорт от Верки. Она хочет Рошана чекать, видимо. Она на отходе хотела кого-то поймать в лесу, но никого не обнаружили. А Рошан-то у нас на верхней части карты. Приместился туда, началась ночь. А там позицию можно успеть ей занять, прежде чем успеть сонуться туда немига. Тем более, что у них также умер на 60 секунд еще и Скай. Лина сейчас ресницами, вошка шеф-таверни посетит. А Лину в каком она забрали? Видимо, в той драке, которая была около Торментера, да? Красно. Ой-ой-ой-ой, как же больно агонимный ультимейт от Луны. Бьет, мне его тоже цепанули, за него поставили арену. Он поражал боковые, бежит и в соло просто кайтит на себя Марсу. Он делит драку так, что за это можно наказывать команду немига. Но пока еще жива в Эрко. Очень мало того у него осталось. По идее, трещина могла бы ее добить, но Юлс Эрдер спасает положение. Просто не понял, не знаю, не понял. Но с другой стороны разобрались с коллапсом. Он погибает дальше. Идора просто пытается нажать под рейджем. Очень много урона по нему влетает, но пробить его не успели. В итоге минус 2. Причем Ти не погиб без байбэка. Ну, это правда, у нас бажан, ух, кстати. Вот и реализация металтика пошла. Ну, деньги, смотрю, не проблема для молодого человека. Мидас купил, байбэк нашел. Гигантская вверх. Или, подожди, не купил. Кого купил? Может, он купил, продал, смотри. Там, сколько у него, 4000 жизней, Мидаса я не вижу. Да, продал. Это какая-то новая инвестиция? Да нет, он, наверное, просто купил, потом придумал, продал. Там, кстати, смотри, 4 вышка горит внизу у Немиги, а не Немига. И Немига делает массовый выход через тренгейт. Попытки, видимо, поймать кого-то из пилинга, кто как раз эту линию толкал. Попасть на Ларла, шанс некоторые есть, но он вроде быстро... Или не чувствует? Как же он не чувствует? Как же он не чувствует? Как же он не чувствует? Ой, подставился и... Вроде как уходит все отсюда, но нет, недалеко убежал. Погибает 100 секунд без него. Понимаешь, что там еще времени у тебя куча целая? Да, и полутро может оставаться, вторая-пять 4 вышка падает. И тем временем месяц Мипошка погибает. Ларла хочет разобраться со Скайем. Скай пока еще жив, и у Сэмптора держится. Но после этого можно его пробивать. Пока-то находится в газете, но это ему не помогает абсолютно. Он погибает, отправляется в таверну. Два вайбека потратили спирит. Мипошка тоже выкупается. И Квизи решил вернуться сегодня. Так, и нападение на кого-то. На кого-то там месит, кого-то выкинули, кого-то хотят убить. Это Айк. Но это пятая позиция с БКБ. Причем, как здесь много проблем в народном месте, еще и пригладили Етора. Это, кажется, пред ГГш-той ситуацией. Начинает Вален бить трон по БКБ. Всем плевать абсолютно, никак не помогает это за Егис. И даже пока выстает за Егис и Етора, просто падает трон. И спирит проигрывает первую карту в это противостояние. Подохнулась больше часа, чтобы не миги, чтобы закончить ту карту. Но они забирают ее себе. Очень неуверенная игра спирит была. Проблем доставить. Тем более, что кентавры нынешние, они крепкие по своим баем первоначальным с этим дискордом. И Waterflow в итоге-то делает первую кровь на мефошке. Была попытка поконтестить руну, которая закончилась тем, что Ларл законтролил Amplified Damage, брать себе тимбер. Заявка на дискорд также есть и у кентавра, но пока он просто купил себе шлем. Он хочет по-быстрому в блинк выходить, который у него скоро будет готов. Сейчас получается наверху разобраться с течисом. Вот я не понимаю этого течиса на... Он в блипучку спорил. Ой, как противно. Найс. Вообще, у течиса что не укради все мерзко, особенно если он ультимативный мин отдает. Так это вообще... Ну тезер, может быть, прям не супер, да? Или нормально? Ну, конечно, лучше ли в блипучку, либо ультур. Ой, смотри, как он подвоен. А вот блипучка. А под блипучкой это не уйти, еще и чакрам у нас вырует мира. Ноль дамеджа. Если он блок-ток нажил, то тоже будет ноль дамеджа. Ларл фармит как у себя дома. Но сюда стянулись уже четыре героя из романды Немига. Попробуют отомстить. Но пока это пахнет только тем, что убьют. Фармит быстрее на таких таймингах. У него и ритейлиейт. Хорошо работает. Дабл-дэрс на фарм. У Ютора практически упала Т1 вышка. Но готовы за нее драться. Спирит уже стянулся за тысячи телепортов. И решили подловить именно Синтера через Сафиду. И шансов на выживание у него нет. Правда, мира поставил спорта. Но смотри-ка, он выходит из драки. И получается очень много урона от Мефошки. Правда, кто продолжать будет? А продолжать будет Ларл, который просто идет. И солит сначала одного, потом второго. Дабл-кил для него. А кто третий? Третий сюда давайте. Так, кажется, Тимир зря вернулся в эту драку. Вроде дали ему выйти. Но он переоценил свои силы. Но при этом все, он 3-кил забрал. Сейчас в квизе, кажется, легкая жертва у него от Мефошки с Коллапсом. И это была подстава от него. Правда, трудно оказать подставу. Очень далеко решили забраться здесь Спирит. Кентавр еле-еле живет. Он все-таки выживает за счет Мефошки. И не дожег их у Коллапса. Гэд на Сафарта. Ну, вдвоем, без участия темплатных, мало шансов в Спаку разобраться. Поэтому прыгут на таргет помегче. Правда, сейчас начинается проблема. Очень резко теряется лицо у Кентавра. Его продолжает очковать. Но он отступает, но меняя позицию. А вот Ларл начал драться. Пришел в эту драку. Коллапс еще и подстанял для того, чтобы в предыдущей квалификации тоже 2-1 счет в их пользу потом закончил. Ну, стабильно, смотри, нападает. Летает, по-моему, они как-то отдали дожжи на другой квалиф. Ой, как купил. Ну, я, кстати, вот и так-то и так-то и так-то и так-то хорошо. Последняя тычка все-таки долетает. Никак за дожжи нельзя было. И Ларл делает еще один. Фейсбик на Бэтрайдере. А там рядом есть Ларл с Айегисом. Будет ли он мстить как-то? Да нет, я решил не вписываться. Но Коллапс рядом. На Старпиде можно было бы застать. Просто Торментра идут забирать. Халявный. Для ми-пошки. Приятно у него Торментр. Удачный шаг. Ну, как-то на Рудаке больше хотелось. Так, Стампид пошел, кстати. Кого-то атакуют. Там, Пак, но он за два удара погиб. Заступил на Трапу, судя по всему. Так, Ларл. У него есть Айегида. Он готов сейчас торговаться. Он очень хорошо. Вывозит Мепошку. Мепошка главный сейвер команды. Без него драться неприятно. Но можно. У Коллапса Стампиды нет. ВКБ тоже. Как драться, пока непонятно. Все прослежно. Для того, чтобы у Ларла сразу же встретили все его стаки. Но пока видим то, что все равно он успел нажать. Правда, после этого есть Етуров с его ультимейтом. Вайлент из Рейджа. Поэтому его можно спокойно пробивать. И Клипс его жизнь заканчивает. Но все-таки с Ларла Стрик сняли. И до снасс, это Стрик Вайленту. 1100 золота ему перепало. Вот сейчас хочется 5-3к посмотреть, чтобы понять, как по золоту они здесь разменялись. Неудачно. Я буду вошел на стан. Раз, два. Ну, кстати, в этот раз уже Миньор живет дольше. Можно, кстати, зайти на хэграунд. Побить. Хотел посмотреть на реакцию. Квизи здесь на лоупраунде стоит, что-то как-то охотает. А, он с Костом. Все рассчитал. Я Тора, кстати, еще бьет. Надо Глипс жать. Вообще, бараки будут падать резко. Да вообще, нет смысла Глипс мариновать, потому что после Т-3учки к падению он откатится. И он нажимается под конец ХП-3 тавера. Но все равно пока Спирит не отступает, хотят призабрать. Сначала, несмотря на Багдопротекшн, который включился, на Глипс подходит. Он выключается. Бараки с Луны очень хочется бить, поджимеется. Несмотря на то, что сейчас резница, Т-3 часа, они не спешат отходить. Но лучше это сделать. Перестроится, готовится к Рошану, до которого осталось 40 секунд основного таймера. Ну сейчас. Смотрим на... Опять, когда он опять поставился. Опять его быстро прикончили. Ну неаккуратно он фармить решил. Ну можно пойти меня расшлёпнуть еще разок? Я там в Бизе. А, можно это? Ну у него есть гост, в этой ситуации он не спасет. По разному тем временем, видимо, на все бабки фармил себя пак. На Микошка нападает. Ну, он сам убиваемый таргет из всех, кто есть у команды Спирит. И пока он погибает, в мир и выжил. Там почти пак забрал у нас, кстати, Рубика. Он был съесть лодус. Работает у нас пора. Страшно, конечно, потому что в любой момент может напасть Рубик. Но еще очень рано Лайссилер в игру придется. У него тоже ничего нет. Битрайдера поднял Рубик до... Опять его можно убить. Японский можно убить, но пока держится. И еще и Лайдрей нажал, живет до сих пор и пытался добить его пак. И все-таки справился со своей задачей, пока в размен на саппорта. У Ядора есть Аегис, он может поторговать лицом. Сторговал. Ну и Пошку собрали все. Но все БКБ на месте, еще ничего не прожато было. Уходите вы ему. Ну, Ядора нажимает БКБ, сам выходит из даки. Помощи 0. На развороте хотят подраться на Мига. Так, а где... Что у нас в БКБ? Кому-то там только еще есть БКБ, тут бьют у нас мир. Вот сейчас Бим подкатится, может... Ну, он так, он скорее кайтит на себя команду. Ну, пак, кстати, очень много делает. Он прям кошмарит. И портал они зашли, тут пака можно найти. Мои любимые заходы в портал, но в этот раз без накаплива. А вон пак. А можно Рубик поднять, пожалуйста? Есть по нему и контроль. Героев начали возвращаться обратно на Йон-диски. Так, что там менюр делает менюр? И Йон-диск говорит себе... Я вижу мира, и Микошка, наверное, тоже задолбался. Лассу ловить. Да ему, может быть, и норм, ты знаешь. Так, он дает. Мир иницирует. Пошел стат, продлевает. Тайан отправляется у нас с Течис. Ну, роут-то мега-крепы пока начинается, потому что минус три героя. Байбак-цей не будет пак, поэтому 10 секунд в запасе еще есть. За это время бараки пострадают. Валент, хоть и грядет банду, но Максим, что он здесь может от Тимуза сломать вышку и барак. Но у него тем временем уже мега-крепы. А Йон-диск появился у Рубика. Молнии купил себе пак, но для кор-билда он не поздноватым. Но и Бэтрайдера нету. У них Бэтрайдер это было такое, знаешь, это герой, который доставлял из Тилера Драку, что позволяло паку кого-то убивать. Потому что если пак прыгнет во фронт, он не сможет кого-то убить, он будет в шифте сидеть. А вам, друзья, мы напоминаем о том, что Винлайн предлагает всех уголков. Зависителям 3000 рублей при бетах. Подарок просто используйте при регистрации промокод пара дота и подарок будет ваш. А тут, в те временем, Голый Трон остался на базе унимиги, только Эншент остается. Он специально подставляется на это. Хотя сейчас Бэтрайдер появится. Десять секунд было у нас. Ты можешь поднять, чем лучше или нет? Да, можно подождать, пока трепы ты расставишь, можно подождать. Подняли Тимбера в этот раз. Ну, он очень у нас пошел. Ой, как больно-то его пробивает. Экнигс пункт питал. Хотя попытался поделить там хоть как-то это все дело Бэтрайдера. Бэтрайдер пытался помочь, но не помог сильно. Все равно губок выжимает Тимбер. Но погибает Томфларка. Главного Дома Тилера забрали. Но Етор это тоже разваривался. Уже как он двоих сбривает, всех плотных ему подошли. А у него то есть шарт, он только и рад. Еще и сатаник работает. При этом все, размотать хочет его пак и справляется с этим положением. Правда, вся его команда мертва. ГГ нажимает не мига, возможно, поспешно, потому что тут могли еще сделать эту драгу. Нет, там трон, там трон горит. Но трон горит. Да, там не могут убраться. Из того, что показывал Дрим Лига. Да и герой сам по себе такой несложный в исполнении. Очень рано включается в игру. Не требует 100 шмоток фарма. Мне не нравится, что у них тимфайта очень мало. У кого? У Спирит? Да, потому что условно, если сейчас появляется Грим Строк снизу, он не появляется. Медовый Вайпер. Но почему про Грим Строк? Потому что Грим Строк бы... Кажется, ну, в Стонгс. У тебя Хартлейн остался бы Дум, а в Мид Бэтрайдер бы... ...от Эксема? Нет. Может быть, передумала бы тогда. Я помню, раньше и Ларл... В Стриме, он не плавно, кстати, в Вайпером играет. Он не суперстандартный пулсмита, там сперва. Ну, сейчас просто огромное количество фактов, которые прям сильно могут изменить героя. То есть это может быть и Матч Слеер, это может быть и Визжим, так ты говоришь. Ну, он не должен ее проиграть, но в моей системе координаты он не должен ее сильно выиграть. Ну, какие-то проблемы это создаст. Ну, тут еще саппорты такие мерзкие на перетяжку. Хотя на сценке бегать устанешь просто за кем-то. Пока что мы видели, что две карты по шестую минуту у Немиги получалось лучше. Но здесь саппорты понадежнее для шестой минуты, мне кажется, успели. А граната ушла. Но никто не успел подойти к этой руне, чтобы хоть как-то ее законтестить. Поэтому 2 на 2 поменяли по рунам все. Пошла гранатка. Вот тут у Немпорки задувка только. Ой, еще не так уж качал. Но это тоже обычно на контестеру накачается. На линии ничего с балстовом не поднял. Удал огромный. Не тот килл. Менюр на линию не успевает. Тратит ТП вверх. Минус граната. Ну, таким мелким расходником спириты тут в минусе. Вот. У Немпорки у нас будет дефолтной с раконцами вначале. Да, и с кольцом базилочки. Ну, это уже как бы подготовка к арканам. Ну, вообще трудновато, думаю. Вот так вот вначале стоять. Армора у него не очень много. Мипошка дует. Становится сложно тычки переживать. Он так хотел этого крипа забрать. Почти умер за этого крипа так-то. Или даже умер. Нет, еще раз. Кваза не осталась, но Мипошка не догоняет. Но очень много ресурсов выделили. Может быть лучше бы умер. Свои плагранные. А то у нас тут в Квизе пришла еще прагната именно со стекла. А в это время коллапс. Ну, хоть не фрак заберет, но ему тут нечем стреляться. Он уже змею отдал. А тут разобрали со Свеном. Коллапс забрал Свена как-то. Лола как-то. Ларла под вышкой. Вот и Флоу гоняет пока. Ой, Сагри у нас себя вышку. Не дает переагрить Ларл за счет этого. Ну, то, что у него нет. А вот сейчас есть. А вот сейчас есть. Ну, там же на всех он там. Ну, вот тут уже некуда. Палочку хочет взять. Опа, и кинуть ее. Ну, ты что нам вверх делаешь? Это он посадил. А, он пытался леточку, чтобы здесь. Правда, здесь интрианку поставлю. Поэтому Ларла спалили. Надо ему помогать. Он сейчас может просто присыпать бэтрайдера, а нет. Да, да, присыпет. Если что, у меня скорее вопрос на развороте. Убить полный форт или нет? Тут два саппорта таких, вяленьких. Но тут все заваржено. Поэтому вам не заметит, почему. Неприятный форт, потому что если он на тебя напрыгнет с тремя минами, ты их не разобьешь. Очень много дамеджа. Тени. Кстати, можно засыпать сэм. Куда он свернулся, но не получается. Буквально пару ударов отлетает в таверну. Но остальные пытаются держаться. Маловато. Это очень мало. А вот на вайперы. Пошел в сон. Манны, кстати, не так же. И Тени подошел туда со своими ультимативными дэнашами. Поэтому урона будет навалом. Да, вроде как, он не хотел что-то скастовать. Но это не принесло никаких плодов. И есть ультимативные отцепки, которые нечем останавливают пока. Но на нее решили забить. Калавс просто подошел плотную, выдал стана и убил ее. Минус 3 в размен на Ларла, которого, видимо, и задумали. Да, да, именно так. Он перед этим успел очень круто двух героев. Да, он там миллиард урона внес. Да, да. Он одного героя на второго кинул. Палавс за счет этого застанил. Размер на руку спирит. Вот, сейчас там повтор покажут. Да, бегут сюда уже герои спиритов. Ну, Медузу думать это бессмысленно. Особенно учитывая то, что она стулгейс успел нажать. На последнем издыхании дум был кинут в Ларла. Вайпер поскидывает его на Вингу. Станк пошел. Домидер на ластпик. Команда Немига. Ну, здесь позиция была очень плохая у Вайпера. И тот же стулгейс, который мой дикий регент. Валят его половину лица Ларлса. Что-то знал. Медивальный герой стоит дальше всех. Ну, сейчас пока сетапят драку вдвоем Ларл и Пошками. Пошка фраг там сейчас не отдался. А Мера его все отдался. А Ларлс надо развалить. Ты стоишь по два кунга. Валят. Микс. Зло, что Тени не успел блинкануться. Наверное, за одну десятую секунду до того, как у него прыгнул в Дум и сбил бы блинк. За счет этого двух героев получилось. Нападает. Пошел в Станк. Здесь у нас еще рядом. Все, спасибо. Да, тут, кстати... Ой, немножко ошибся. Не, не то, что ценили, ладно? Ну, тут Мера рядом, так что тут уже все равно поменим. Вот, Ма. Вот, Буль. Я взрываю. Ну, Тенис, то есть Палка. А, Тенис остался. Вау. Ну, он просто один убил, там дали Миноуру. А, вот этот дали. Да, да, Калауц. Заходят на... А попробуй это убить. Да, попробуй за контесте. Там они просто с Катапультом воспользовались ситуацией, и еще и Глик нажали, чтобы крипов не убили. Поэтому, если кого-то зацепят, он может это остановить. И вот БКБ появилась у Свена. Но и, кстати, в Ладмирс появился у Мепошки. Очень полезная аура для Медузы. И сейчас БКБшка, они бегут в атаку. Десять тысяч на Этвард со Слен против восемь тысяч пятьсот. А, здесь уже прям... Да, здесь прям проходят как-то. Пробирается Бэтрайдер. Ползет там к лугу урока. Интересно, что он... Найдет у нас. У нас... У нас... Чапочка Медузь прилетела. Барабаны. Сейчас, смотри, сколько у него. Раз, два, три. Но очень приятные ауры. Атака, спид. Дикий. На такой тайминг. Двадцать четвертая минута, друзья. Двадцать тысяч на Турса Медуза. Да и дамеджа у нее там триста. Чем-то. Попробуй накажи. Сейчас Немига может спалиться очень жестоко. У них позиция не самая выгодная. Пытаются из-под лоуграунда играть. Но в виде как живой вард работает на клиффе. Правда, сейчас найдут их всех. А хотя-то... Они не подлидут. А не ты, когда бишь... Знаешь, ты... Ладно. Безухонные сицы, да. Они хотят на какие-нибудь... Одных двух героев напастить. Ну, это... Это как... Подпожать. Поскольку он отходил. С позиции, где он не хотел быть. Прибегает Свен. С трех ударов разбивает пачку. Но у Медузы на это все равно она демонтирует. Медуза один из самых эффективных героев с Айгисом. Поэтому ей вообще плевать. Видите, сколько влезет. Встанье-то будет точно такая же сильная, как и до этой смерти. Ничего не потеряет. Не у Миссы еще, не забываем. Да. Свен такое терпеть не может. Ему просто невозможно перебить это. ГГ написали, да? Бой решили сдаться. Ну, понимают они, что даже драку дать нереально. Слишком все перекаченные. Особенно, смотри на этого супер жирного сельдерея. Там, если ты видела там, в это время дали лосо. Ты видела, наталья свап. То есть у тебя даже нет аутов, как напасть. Потому что... Лосо свап. Тут слишком... Ты видела там, в это время дали лосо. Продолжение следует...